Третий эпизод «Только убийства в здании» вышел, и я бы сказал, что это серия, которая дала нам меньше всего подсказок о личности убийцы по сравнению с предыдущими двумя эпизодами. В серии «Двое на дороге» мы увидели героев с их актерскими двойниками для боёпик, бояющихся глубже разобраться в убийстве Заза, и почему они могут охотиться за Чарльзом. С важным откровением в конце и скрытыми подсказками в эпизоде, давайте разберём всё, что мы узнали. Вот объяснение концовки третьей серии четвёртого сезона «Только убийства в здании». Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Чарльз и Юджин Леви. Их сходство как персонажей делает их взаимодействие таким забавным. В этом эпизоде мы видели, как они пошли в квартиру Винца, чтобы выяснить, почему он носил повязку на глазу. Они подозревали, что он мог лгать о конъюнктивите, и что на самом деле у него мог быть синяк от отдачи оружия при убийстве Заза. После неудачной попытки заставить Винца закапать глазные капли, им пришлось прибегнуть к плану «Б». Кто-то должен был плеснуть воду в лицо Винцу, чтобы он показал свой глаз. Это произошло и подтвердило, что у него действительно был конъюнктивит, а не синяк. Однако, несмотря на это, во время встречи произошло два важных откровения. Первое. Мы увидели, что у Винца есть склонность к насилию. По-моему, если кто-то так небрежно плеснул воду вам в лицо, как на этой встрече, это не оправдывает удар в лицо. Я считаю, это было довольно экстремально для персонажа. Похоже, это включили, чтобы показать его жестокую сторону, что делает его подозрительным. Плюс мы узнали, что Винц часто наблюдает за квартирой Чарльза. Об этом мы не слышали так много ни от Руди в этом эпизоде, ни от семьи в предыдущем. Главное, что нашли при осмотре его квартиры, это фото жильцов 14-й этажа, где у одного лицо зачеркнуто, а также домашняя свинья Хэмми Фэй Бейкер. Явный намек на евангелистку Тэмми Фэй Бейкер. Это точно подсказка. Возникает вопрос. Был ли человек с зачеркнутым лицом тем, кто предупреждал Мейбл по радио не спрашивать о Дудинове, ведь последний, кто это сделал, был убит. Они явно узнали свинью, окликнув ее. Значит, этот человек когда-то жил там. Мы знаем лишь пару жильцов с 14-го этажа. Были в три квартирах, но видели, как Мейбл проходила мимо многих других. Возможно, человек на радио жил там раньше, а потом съехал, что расстроило Винца. Или она и есть Дудинов, и потому использует радио, чтобы ее не так легко отследили. Думаю, в следующей серии мы узнаем больше о ней и, возможно, услышим интервью других соседей. Чувствую, что это должно произойти в какой-то момент. Расследование Мейбл и Авы. Этот эпизод вызвал у меня подозрения насчет Авы. Много внимания уделялось тому, как она действует в одиночку и очень стремится раскрыть убийство, а также показали, что она умеет обращаться с оружием, хотя и это было нереально, и она была готова взять дело в свои руки. Ей нравилась идея раскрыть убийство больше других, так что есть теория, где она могла быть убийцей. Может, поэтому она хотела быстро решить дело, чтобы снять с себя подозрения и обвинить другого? В этом сезоне шоу много внимания уделяется тому, что Чарльз был актером. Мог ли он обидеть кого-то из прошлого, кого она знает или знала, и это побудило ее убить его? Пока это лишь теория, но сейчас все версии имеют право на существование. Руди, известный как Вечное Рождество, исключен пока, хотя Мейбл думала, что нашла у него мишуру. Оказалось, что он реально ненавидел Рождество, но был в ловушке. Его образ в соцсетях зависел от этого. К тому же, ружье на стене было ненастоящим, что намекало на то, что он вряд ли разбирался в Винчастер 300 Магнум. Винтовки, которую обычно используют для охоты на крупную дичь. Единственное, что указывает на него, это то, что он, вероятно, достаточно силен, чтобы дотащить тело Саза до печи, чего никто другой на 14 этаже сделать бы не смог. Плюс, похоже, он был единственным, кто не играл в карты с Альфонсо, Инесс, Анной и Винсом в ночь убийства Саза. Так кто его алиби? Если подумать, кто из подозреваемых мог бы быть охотником, первым на ум приходит Альфонсо. В основном из-за ножа, которым он собирался разделать руку в ванной в прошлой серии. Да и видели ту ногу? Огромная была. Мог ли он сам ее добыть и обработать? Во время расследования Мейбл и Дэвида? Мы также выяснили, что в квартире Дудинова нашли не Мишуру. Это было из-за того, что находка не была горючей. Мишура легко воспламеняется, он называл ее «тихим убийцей Рождества». Думая о других вариантах, в голову приходит только Фольга. Фольга не горит, так что это логично. Время Оливера и Зака. Эта сюжетная линия была отдельно от расследования. Оливер жаждал успеха биографического фильма, так как считал, что шанс снять боёпик о ком-то бывает лишь раз в жизни. Он хотел, чтобы фильм стал тем, о чем он всегда мечтал. После непростого начала с Заком он показал ему, как быть Оливером. Что-то, что, по его мнению, их сближало, но на деле Зак лишь притворялся. Лишь в конце эпизода, когда Говард заступился за Оливера, мы увидели истинную человечность персонажа и заглянули за фасад Оливера Патнема, человека, тоскующего по любви всей жизни, но отложившего это ради погони за бессмертием, которая изображается в фильме. Это изменило мнение Зака об Оливере. Он стал видеть в нем короля Лира, а не Шута. Главная мысль короля Лира в том, что жизнь сложна и непредсказуема, и никто не готов ко всему. Оливер похож на безумца, бродящего в бурю, ищущего свое место и делящего королевство в своем уме. Объяснение концовки В этом эпизоде все герои встретились со своими двойниками из снимаемого голливудского фильма. Их можно назвать идеальными незнакомцами, То самое шоу, о котором постоянно упоминалось на протяжении всего эпизода из-за заставки, которое время от времени играло по любительскому радио. Думаю, идеальные незнакомцы намекают на наблюдение за людьми из противоположного здания. Они незнакомцы, но ты знаешь их жизнь почти идеально, просто наблюдая за ними. Так что они не просто незнакомцы, они нечто большее. Мэйбл, войдя в квартиру Дуденова, узнала, сколько можно там жить, чтобы стать жильцом. Надеясь, что Дуденов вернется из Португалии, чтобы они могли его допросить. Главным открытием в этом эпизоде стало то, что выстрел точно произошел в квартире Дуденова. Судя по гильзе, пулю нашли у окна, которая оказалась одним из немногих, что были взломаны. Главный вопрос, был ли этот человек в Португалии во время убийства, или он убил, а потом решил сбежать? Последнее, что мы услышали в эпизоде, кто-то по рации сказал Мэйбл отступить, ведь последний, кто начал копать под Дуденова, погиб. Это может намекать на смерть Саш, у которой на столе было много улик, говорящих о том, что она расследовала дело Дуденова и странности на 14 этаже. Одна зацепка, которую, как мне кажется, пока не особо изучили, убийца может быть жителем восточного корпуса, а выстрел мог быть сделан с запада как отвлекающий маневр. Мы знаем, что у убийцы был доступ к восточное здание и квартира Чарльза, плюс мы видели, что в восточном здании сейчас трение, так как жители не хотят, чтобы их дом превратился в съемочную площадку. Учитывая, что кто-то ненавидит Чарльза, что является главным мотивом, интересно, не ведет ли нас сериал по ложному следу, говоря, что убийца из западного здания, а на самом деле убийца может быть ближе, чем кажется. Наш обзор эпизода... Я считаю, что это был хороший эпизод, хотя и не такой сильный, как первый или второй эпизод сезона, и в нем было меньше подсказок. Однако не каждый эпизод должен давать новую информацию, иногда можно просто работать с тем, что есть. Разделение трио на пары стало интересным аспектом эпизода. Наблюдение за их сближением и формированием связей позволило, эта второстепенная линия сюжета расцвела и обрела собственную жизнь. Видеть Мейбл, Чарльза и Оливера вместе в конце было как награда. Их химия просто электризует, когда они вместе, поэтому большую часть эпизода, где их не было вместе, этого очень не хватало, но в итоге оно того стоило. Мартин Шорт всегда заставляет меня смеяться в этом шоу. Его остроумные реплики, которые он выдает, даже его комедийная игра и то, как он временами оживленно двигается, это что-то особенное, и, честно говоря, это просто разрывает меня на части от смеха. Только убийство в здании – это шоу, возвращение которого я очень ждал, потому что оно не только глубоко погружает в размышления и дарит пищу для ума, но в своей основе просто хочет рассмешить и позволить хорошо провести время, наслаждаясь происходящим, и каждый вторник я знаю, что обе эти задачи будут выполнены благодаря умному сценарию, убедительной игре актеров и темпу повествования, который позволяет мне войти в Арконию, а затем быстро ее покинуть. Вот и все. Только убийство в здании. Сезон 4. Эпизод 3. 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 Эпизод 3.